Библия Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем совместное чтение Евангелия от Марка. Читаем Библию вместе. И мы читаем в 4 главе с 21 стиха. И продолжил Иисус. Для чего вносят в комнату светильник? Чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносят его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышат. Вникайте в то, что слышите, говорил им Иисус. Ведь какой мерою вы пользуетесь, такое вам будет отмерено, да еще и прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому и еще будет дано. А у того, у кого мало, отнимется и то, что есть у него. Вот с этого загадочного последнего 25 стиха мы начнем размышлять. Господь всегда, когда речь идет об обычном имуществе, призывает делиться, чтобы тот, у кого много, дал тому, у кого мало. А здесь прямо наоборот. У кого много, тому и еще будет дано. А у того, у кого мало, отнимется и то, что есть у него. Что это значит? Как это понимать? Но здесь речь идет о духовном плоде и о духовных дарованиях. Что такое плод? О плоде мы говорили во время прошлой проповеди, читали в предыдущей притче. В одном из посланий, посланий к Галатам, плод Духа отписан так. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, доброта, верность, воздержание или, другими словами, умение властвовать собой. Вот эти качества характера, добрый характер, все то доброе, что есть в душе человека – это на самом деле плод Духа Святого. То, что прорастает в нас в ответ на слово. Но не только в нас, а и в тех, кто рядом с нами. Другое значение слова «плод» – это плод проповеди Евангелия. То, как меняются другие люди, видя перемены в нас и слыша от нас слово Божие и обращаясь ко Христу. И Господь говорит, что тот, кто хочет только для себя использовать свет Христов, его благую весть, и только для себя иметь что-то доброе, тот оказывается в положении человека, который вносит в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его или поставить под кровать. А что будет со светильником, который сразу накроют? Нетрудно понять – он погаснет. Тогда не было электрических светильников, тогда светильники все были свечи или лучины или лампады. Без доступа воздуха такой светильник погаснет. Если пытаться скрыть свет Христов, который есть во мне, он будет гаснуть. И тот, кто пытается сделать веру только своей личной верой и говорит, что это только мое, тот окажется в положении того, у кого мало, и это малое все равно отнимется. Тот, кто щедро делится своей верой и не скрывает, что сотворил Господь, тому будет отмерено щедро, да еще и прибавлено будет. Какой мерой вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено. Кто щедро делится, тому щедро прибавляется. Это верно не только для раздачи имения материального, это тем более верно для духовной жизни. И недаром Новый Завет не знает одинокой веры, личной веры только для себя. Конечно, вера начинается с личного решения, но продолжается она в общении с другими людьми. И об этом сказано в первом послании Иоанна. Если ходим во свете, подобно как и он во свете, то имеем общение друг с другом. А общение, само это слово значит гораздо больше, чем просто беседовать, разговаривать. Это значит делиться всем, что имеешь. Имеешь веру – делись верой. Имеешь добрый плод – делись плодом. Имеешь материальные средства – делись ими. Имеешь знания – знаниями делись. Вот что значит общение. И у кого много, тому и еще будет дано. А у того, у кого мало, отнимется и то, что есть у него. Так установил Господь в отношении духовных даров и духовного плода. В других Евангелиях это слова сказаны рядом с притчей о талантах. В Евангелии от Матфея, так в Евангелии от Луки. Притча о талантах о том, как Господин раздал деньги своим слугам и велел им идти торговать, чтобы умножить эти деньги. А один раб, лукавый и ленивый, не стал выполнять то, что сказал Господин, побоялся риска, неизбежного во всяком торговом предпринимательстве, закопал деньги в землю, а потом вернул их Господину со словами «вот тебе твое». И был сурово наказан. Не будем сейчас внимательно вникать в эту притчу, но поймем, что тот, кто хочет сохранить дар Божий только для себя, не делиться ими с другим, не пускать в оборот, образно говоря, тот рискует потерять все. Да сохранит нас от этого Господь. И дальше Иисус читает уже другие притчи о том, как постепенно растет Царство Божие. Он учит терпению. Наверное, действительно, это именно о терпении, о том, что Господь не торопится. У Него, как сказано в другом тоже послании, один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Но прочитаем с двадцать шестого стиха далее, Евангелие от Марка, четвертая глава, чтение пятого дня, четвертая неделя. Царство Божие, сказал Иисус, так же возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх ростки. А как? Человек до поры не видит. Земля же в должный срок приносит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло. Человек не может своим постоянным контролем заставить семя расти. Иногда говорят так. Не тяни за волосы, быстрее не вырастут. Тем более верно это в отношении растения, в отношении растущего зеленого ростка. Семя растет, когда человек не знает. Как здесь сказано, ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх ростки. А как? Человек до поры не видит. Так и мы никаким насилием над собой не можем побудить себя к скорейшему духовному росту. Мы можем быть только открыты к действию Божьему. Господь обличает в грехе. Нужно каяться. Господь дает возможность читать слово. Нужно читать. Дает возможность размышлять. Размышляем. Дает возможность молиться. И вот тогда почва становится хорошей. Попытка тянуть себя к добродетели за уши иногда похожа на то, как тянуть росток из земли. Дает Господь силы. Обличает совесть. Вот и следуйте этому голосу. Как? Поразмышляйте, и Господь даст ответ. Напомню, что цель этих проповедей, этого общего нашего совместного чтения Евангелия, не в том, чтобы дать ответ на все вопросы, но чтобы задуматься, чтобы вы, дорогие друзья, сами стали задавать себе эти вопросы. Из стиха 29 мы узнаем, чему можно поучиться в нашем пути за Господом. Чуткость и готовность. Вот качество земледельца, позволившее ему сразу понять, что настала жатва, и взяться за серп. В какой-то момент сердце готово, и человек созрел для того, чтобы сделать важный шаг веры, взяться ли за служение, кому-то еще рассказать о своей вере. Это нужно быть чутким к тому, что говорит Господь, к тому, что видишь в своем сердце. Чуткость, готовность, терпение – вот качество, которое Господь воспитывает в нас на пути следования за Ним. Прочитаем теперь следующий отрывок о зерне горчичном, о том, как царство умножается в мире, в обществе, в стране. С 30 стиха читаем. С чем сравнить царство Божие? Какой притчей представить его? Говорил Иисус. Оно как зернышко горчичное. Когда сеют это зерно в землю, оно малое, меньше других земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех огородных растений. И так разрастаются ветви его, что птицы поднебесные могут гнездиться под сенью их. Действительно есть такое растение, об этом пишут комментаторы, черная горчица. Оно из маленького семечка достигает высоты до 4 метров. В Палестине есть такое растение. И так царство, начавшись с горстки учеников, сейчас выросло по всему миру. И в каждой стране мира есть христиане, есть дети Божьи. Увы, иногда в ветвях этого дерева гнездятся птицы. Те самые птицы, которые склёвывают зерна, упавшие при дороге. И каждый из нас может задуматься, что означает этот образ. Птицы, гнездящиеся в ветвях дерева. К чему это? И тут пусть каждому подскажет Господь. Я этот образ толковать не стану. Задумайтесь, каждый, над тем, что это значит. В этот шестой день нашего чтения Евангелия от Марка, 4 главы, в четвёртую неделю чтений. Господь говорил притчами. И вот далее читаем 33-34 стихи. «С помощью многих притч, подобных этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притча Он не учил их, а наедине ученикам Своим всё объяснял». Притча – это рассказ, содержащий загадку, содержащий неожиданное открытие. И когда дальше мы будем сталкиваться с притчами Иисуса Христа, будем искать эту изюминку, эту загадку, которую нечто необычное. То, что Господь хочет открыть нам. И заканчивается эта глава рассказом о буре на море. Читая этот рассказ, задумаемся, а как бы вели себя мы, и как мы себя реально ведём, когда в нашей жизни случаются бури, события, угрожающие безопасности, события, которые могут разрушить привычный нам мир. С 35 стиха читаем до конца главы. А когда наступил вечер, Он предложил ученикам – переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлёстывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. Иисус в это время спал на корме, положив голову на сидение кормчиво. Ученики разбудили Его и сказали – «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал – «Уймись, умолкни!» И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда сказал Иисус ученикам – «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха, спрашивали они друг друга – «Кто он, если повинуются ему и ветер, и море?» Подумаем, как нам видится рассказ о буре. Хотим ли думать, что не стали бы с ропотом отчаяния будить Учителя на море Галилейском? Но что бы мы стали делать, и как проявила бы себя наша вера? Отдались бы мы покорно на волю разбушевавшихся стихий, помня, что он не даст нам утонуть? Но стоит ли так делать? Может быть, нужно наоборот противостоять этим стихиям до конца всеми своими силами, потому что в данный момент Он, Господь, доверил нам свой сон? Конечно, мы не окажемся буквально в таком же положении, как ученики, рядом со спящим Иисусом. Но Иисус всегда рядом с нами, и Он заботится о нас. Иногда нам кажется, что Он уснул. Мы так часто жалуемся, что Бог нас не слышит. А ведь на самом деле мы просто пытаемся подчинить себе Его присутствие в нашей жизни, пытаемся все решать за Него. А Господь рядом с нами, и Он испытывает нас. И ждет, что будет больше в нас – страх или вера? Что вы так боязливы? Снова и снова говорит Господь. Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры? Да поможет нам Господь иметь веру. И когда кажется, что Он спит, вызывать к Нему безропота, с надеждой, с радостью, зная, что любящим Его все содействует ко благу. И не будем торопиться осуждать учеников. Так часто и мы бываем не лучше. Каждый может сейчас задать себе этот вопрос. Какие бури бывают или были в моей жизни? Обращался ли я к Господу? Если обращался, то как? Как ответил Господь? Давайте вспомним, как Господь помогал в бурях, и как творил тишину, так что становилось совершенно тихо. Да, Ему повинуются и ветер, и море. И все обстоятельства жизни, которые кажутся непреодолимым препятствием для нас, для Него не преграда. Главная преграда для Него – недостаток нашей веры. Тот человеческий страх, который мешает вполне довериться Ему. Сейчас каждый из нас может всмотреться в свою жизнь и задуматься, доверяю ли я Господу? Или у меня совсем нет веры? А если есть, то где она? В чем она? Доверяю ли я Иисусу? Не будем превозноситься над учениками. Задумаемся, а лучше ли мы их? Да поможет вам Господь, дорогие друзья, размышлять в течение каждого дня над Его Словом, потому что цель этих проповедей – не дать ответ на все вопросы, а побудить вас задавать вопросы Слову, в молитве задавать их Господу, и прислушиваться к ответам, которые дает Господь через Слово. Если у вас возникли такие вопросы, на которые вы не находите ответа, пишите нам на радио, и мы постараемся ответить в передаче «Пасторский час». Да благословит вас Господь, дорогие друзья! Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем. Город Москва. Индекс. 125.047. Абонентский ящик. 141. Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе». Русское христианство «Читаем Библию вместе».